Казалось бы, безнадежная ситуация, и вы спросите, а что же делать? Почему 10 января, День Икс? Что я предлагаю? Я предлагаю голосовать за партию ОСДП. Объясняю почему. И сразу скажу, что это за партия. Это партия Нуртултан Назарбаева. Это комитетская партия. Финансируется прямо из Ахарды. Это преступная партия, потому что она не настоящая, она в сговоре. Это вывеска. Лидеры неизвестные. Партия на бумаге, просыпающая только в период выборов. Сразу говорю, это подставная партия власти. Настоящих партий в стране нет. Но на самом деле мы же не можем сидеть и ждать, когда же произойдут те или иные изменения. Когда будет у нас повод собрать десятки тысяч людей, как мы говорим, катализирующую ситуацию. Или триггер некий, как любят говорят некоторые, триггер. Повод, чтобы в случае, чтобы столкнуть эту власть, отобрать эту власть, посадить их в тюрьму и действительно построить нормальное государство. Нужен некий триггер. Триггер это день выборов, 10 января. Каким образом мы предлагаем действовать? Вот представьте себе, что все вступают в партию ОСДП, в партию на бумаге. Это так называемые умные голосования. Партия ОСДП выполняет роль Косанова. Она якобы оппозиционная, якобы она борется против режима. Ну и отлично. Значит она должна как бы эту роль исполнять. Критиковать режим, говорить, что свободу политическим заключенным. Эта партия должна говорить шалкет. И таким образом привлекать на свою сторону именно тех граждан, которые против Нуратана, против действующей власти. Вот эта роль, она принадлежит именно ОСДП. Ну как собственно, как было бы на президентских выборах, когда Косанов изображал, что он против этой власти. Здесь на парламентских выборах, эта роль предназначена для партии ОСДП, подставной партии власти. Я хочу сразу сказать, чтобы вы не обманывались, не бежали и говорили, что нет, вот такая-то партия, вот давайте мы за него проголосуем, она хорошая партия. Нет хорошей партии. Нам важно использовать эти обстоятельства, чтобы добиться того, что мы хотим. А что мы хотим? Ну во-первых, мы хотим, чтобы международное сообщество, международные наблюдатели признали выборы незаконными, нелегитимными. Соответственно, выборы отменить. Но чего мы хотим? Мы хотим настоящих выборов. Поэтому у нас будут параллельные требования, что эта власть обязана допустить на выборы свободные партии, любые. Но для этого власть должна дать возможность зарегистрировать партии любому. Даже если в этой партии 3 или 10 человек, у нее есть уставные документы и программа, партия обязана, должна быть зарегистрирована в Министерстве юстиции. Собственно так во всем мире. Там десятки, сотни партий участвуют на выборах парламентских, конкурируют между собой. Да, там какие-то лидеры становятся, 2-3 партии, 5 может быть. Но партий при этом много. И мы должны потребовать от этой власти, чтобы она прекратила использовать государственные механизмы для препятствия, для того, чтобы не давать возможность регистрировать партии. Когда эта возможность будет, мы зарегистрируем партию Демократический выбор Казахстана и безусловно победим на выборах. Безусловно. Но мы же понимаем, что добровольно эта власть не будет делать. Она это сделает только под давлением. Значит нам нужен триггер. Значит нам нужно 10 января создать такую ситуацию, чтобы власть явно сфальсифицировала. Нарушила закон до 10 января выборов, до дня выборов власть своими действиями, противодействиями, преследуя активистов. Нарушала закон, она будет нарушать закон в лице полицейских и других. И опять же это является по сути дела возможностью объявить выборы незаконными. Будут представители международных наблюдателей, которые это могут заявить. Собственно как произошло в Белоруссии. Когда международный наблюдатель, международное сообщество не признал итоги выборов. Применила санкции против Лукашенко, против его ближайшее окружение. И тысячи людей постоянно выходят на улицу. И мы видим, что Лукашенко измотан. Все-таки это вся страна выходит. И очевидно, что наступит скоро тот самый день, когда Лукашенко будет вынужден бежать из страны. Поэтому мы можем создать ту же самую ситуацию. Что нам нужно сделать? Нам нужно сказать, что эти выборы нелегитимны конкретными фактами, доказательствами. Когда у нас будут на руках велетени. Когда человек выйдет на улицу и скажет, я голосовал не за Нуратан. Я был против Нуратана. И когда мы проведем параллельный подсчет. А центральная избирательная комиссия, находящаяся под пятой власти. Под влиянием и прямой команды Нурсултана Назарбаева. Они конечно же принесут фальшивые результаты. И мы просто окружим эти участки. Потребуем раскрыть бюллетени. И вы увидите, что все сфальсифицировано. И это приведет к массовому возмущению людей. Это некий триггер. И мы это можем использовать. Вывести людей по всей стране. Десятки тысяч вывезти в Астане. И добиться смен режима. Это было, кстати, недавно совсем в Кыргызстане. Когда действующий президент Джеймбеков участвовал в подделке итогов выборов парламентских. Оппозиция вывела десятки тысяч людей на улицы. В течение одного дня власть пала. И в течение одной недели человек, который сидел в тюрьме Садра Жапаров. Более трех лет он в тот момент уже просидел. Преодолел путь от заключенного до президента страны. И 10 января в Кыргызстане будут выборы. Это не чудеса. Это уже реальность. И мы тоже это сможем добиться. Если действительно будем работать над решением этой задачи. Что нужно сделать? Для этого нужно просто вступить в партию СДП. Массово. Массово вступить в партию СДП. 10 января всем нам проголосовать за партию СДП. И тогда получится ситуация, что Нуратан получит менее 50%. Почему менее 50%? Почему не ноль? Потому что в этой партии есть несколько сот тысяч, около полумиллиона учителей, врачей. Там около миллиона человек. Это бюджетные работники, которые как винтики, бездушные винтики этой системы. Пойдут голосовать, бросят бюллетени свои. Их принуждает, чтобы они сфотографировали на свой телефон бюллетень с галочкой напротив, где партия Нуратан. Поэтому, конечно же, какой-то процент, довольно немаленький, проголосует за партию Нуратан. Но представьте себе, что у партии Нуратан будет меньше 50%. А у СДП будет 50%. Но мы же понимаем, в этом случае это крах для Нурсултана Назарбаева. И вся эта машина, центральная избирательная комиссия, где сидят учителя, где сидят представители этой власти, будут выполнять команду и подделывать бюллетени. Будут вброс бюллетеней, будут некие карусели. Когда одни и те же люди по кругу будут голосовать на разных участках, мы эти механизмы прекрасно знаем. Значит, у нас будет возможность на каждом участке снимать их на телефон, фотографировать, делать видео, доказывать, что это были незаконные действия на выборах, обращаться к международным наблюдателям, чтобы эти выборы были признаны незаконными. Более того, это приведет к протесту тех людей, чьи голоса эта власть украла. И мы таким образом выведем десятки тысяч людей на улицы. Это тот самый час или день икс, когда мы можем, просто бросив сначала в урну свой бюллетень, просто доказав, что эта власть фальсифицирует, что основной процент этих бюллетеней искусственно переписаны в партию Нур-Атан, таким образом признать, что выборы были сфальсифицированы, мы нанесем удар по этому режиму. Понимаете, как все просто?